МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О заметных событиях уходящего дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ. Я Ольга Бельмач. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Первый день досрочного голосования в 10 часов утра по всей стране открылись более 6 тысяч участков. А те, кто уже сделал свой выбор, материал Анастасии Корниенко. Преступление из корыстных побуждений. В Витебске задержан подозреваемый в убийстве молодого таксиста. Белорусское высшее образование пользуется большим спросом среди иностранцев. Только в одном гродненском медицинском университете на первый курс поступило более 30 граждан Нигерии. С иностранными студентами встретился Юрий Корнилович. Профессиональный праздник непрофессионального футбола. Эстафету кожаного мяча принял Гомель. В Беларуси сегодня началось досрочное голосование на парламентских выборов. В 10 утра открылись избирательные участки. К старту они были полностью готовы накануне. Теперь дело за избирателями. За 110 мест в палате представителей поборются 293 кандидата. А тех, кто уже определился с выбором, Анастасия Корниенко. Вот так с опечатывания урн для голосования в присутствии всего состава комиссии сегодня началось утро на избирательных участках. Всего по стране во время выборов будет задействовано около 27 тысяч урн, в том числе и прозрачных. Как говорится, дело вкуса. Выборы начались. Только открылись в 10 часов утра, но Мария Ивановна уже на участке. Первый посетитель. В день голосования она будет в санатории. Отдать свой голос – это прежде всего. За мир, за дружбу, чтобы была такая, как наша Беларусь, спокойная, тихая. Ну, я довольна. Так что живу здесь, на этой земле. Пенсионеры Макаровские тоже в числе первых. В основной день выборов 23 сентября будут на даче. Надо с грядок собрать выращенный урожай. Но главное, чтобы локомотив избирательной кампании не ушел без их голосов. На дачу собираемся ехать. На недельку. Поэтому нужно выполнить свой гражданский дух. Пока погода позволяет, за городом выходные проведет и семья Николая Турбана. А потому сегодня на избирательном участке. С каждым годом досрочное голосование становится все более популярным. Это международная практика. Хорошо, что такая возможность есть. Естественно, чтобы наш голос был тоже. В числе тех, кто проголосовал за своих избраний. Участок у нас активный. Приходят и пожилые люди, и молодежь уже приходит. Ноу-хау проголосовать можно по пенсионному, водительскому удостоверению и студенческому билету. В бюллетене фамилии кандидатов на место в овальном зале указаны в алфавитном порядке. Напротив тех претендентов, кто сошел с избирательной гонки, отмечено просто выбыл. Если округ безальтернативный, надо заполнить одну из двух строк – «за» или «против». Анжелика Полянская сегодня уже сделала свой выбор. Каждый человек должен проголосовать. Если каждый будет думать, что от меня ничего не зависит, то многие неправы, если такое мнение складывается у людей. Я считаю, что это долг каждого гражданина. По стране сегодня открылись более 6 тысяч избирательных участков. И деревня Клейники в Брестском районе не исключение. Здесь тоже было много посетителей. У каждого у нас есть свои некие планы, поэтому я как раз на этот день я нашла максимум поехать до своей матери. Мне так требует, она живет под меньшинственная, старая человека, поэтому есть максимум поехать туда. Куда там на отдых работа? Проводник Татьяна Горбачевская как на поезд спешит на участок. В воскресенье ей в рейс. Я буду находиться по работе в Москве. И поэтому полчаса свободного времени я нашла это время, чтобы прийти проголосовать. Потому что так не безразлично будущее нашей Белоруссии. А тем временем молодое поколение таким образом всех зовет на выборы. А чтобы дату случайно не забыли, каждому прохожему в подарок напоминание в виде календарика. Напомнить нашим гражданам о том, что все-таки 23 сентября важное государственное событие. И голос, голос каждого достаточно важен. Напоминания для участковых комиссий вовсе не нужны. Они работают как часы. И каждый вечер здесь будет завершаться одинаково запечатыванием урн. Число безальтернативных округов в Беларуси увеличилось до 16 после снятия с предвыборной гонки кандидатов от двух партий. Об этом сообщили сегодня в Центре сберкома. По последним данным, округов с одним претендентом на депутатский мандат нет только в Минске и Витебской области. Что касается тех, кто сошел с дистанции, то не все кандидаты поставили в известность. Из окружной комиссии такая неопределенность технически осложнила организацию процесса голосования. Так и в бюллетенях на начало сегодняшнего дня оставались и те кандидаты, которые фактически уже не участвуют в выборах. По закону, если партия принимает подобные решения, она немедленно предоставляет документы в окружную комиссию об отзыве. К сожалению, она не выполнила это условие закона. Поэтому комиссии в определенном плане находятся, конечно, в сложном положении, когда избирательные участки открыты, бюллетени выдаются, а формальных оснований для того, чтобы исключить кого-либо из бюллетени не имеется. Естественно, проинформировать избирателям о произошедшем. Но я думаю, что уже в течение сегодняшнего дня все это урегулируется. Постоянно проживающие за границей граждане Беларуси, которые в день выборов 23 сентября будут находиться на белорусской территории, смогут проголосовать по месту своего пребывания. Об этом говорится в разъяснении, которое принято сегодня на заседании Центра избиркома. Это можно сделать, имея паспорт и свидетельство о регистрации. Напомню, проголосовать досрочно можно и с рубежом на 43 участках в 32 странах, при этом впервые в Азербайджане и Армении. Кроме того, созданы три участка для голосования новыми загранучреждениями, открытыми в прошлом и этом году. Это Генконсульство в Мюнхене и Стамбуле, а также отделение посольства Беларуси в России в Ростове-на-Дону. Все эти избирательные участки приписаны к столичному Купаловскому избирательному округу номер 95. Подсчет голосов будет осуществляться непосредственно в участковых комиссиях по месту их нахождения. А протоколы будут передаваться по электронной или фоксимильной связи Министерства иностранных дел. К двум часам 24 сентября окружная комиссия получит всю информацию о результатах голосования за пределами Республики Беларусь. Массовое досрочное голосование, но в рамках президентской гонки накануне, то есть за 50 дней до выборов, началось и в США. При этом в появившемся спецдокладе наблюдателя ТОБСЕ данный факт отмечен как позитивный, ведь это помогает привлечь максимально широкие круги граждан. Однако есть у авторов документа и претензии к заокеанской демократии. Так, к выборам не допущены 4 миллиона американцев. Голосование по факсу названо спорным. Но более всего расстроило ТОБСЕ то, что наблюдать за выборами в США иностранцы могут только в 4 из полусотни штатов. А вот за потоком антирекламы в рамках этой кампании вынужден наблюдать весь мир. Так, например, сегодня кандидат от республиканцев миллионер Мит Ромни на встрече со спонсорами назвал сторонников демократа Барака Обамы нахлебниками. В штабе действующего президента уже задались вопросом, о чем думал потенциальный глава государства, оскорбляя половину избирателей. Впрочем, как отмечают социологи, две трети новостей о нынешней гонке, уже названной в США самой грязной, это как раз подобные скандалы. А вот жителю Польши Роберту Фрычу очернение имени президента страны Бранислава Комаровского обойдется в 15 месяцев общественных работ. Такое решение вынес польский суд, посчитав юмористические материалы, размещенные Фрычем в интернете, клеветой в адрес главы государства и прямым оскорблением президента. При этом стоит отметить, что хотя защита шутника пыталась представить дело как атаку на свободу слова, судьи сочли такие доводы, когда дело касается столь серьезной темы, неуместными. Минэкономики предлагают премировать руководителей госорганов за привлечение прямых иностранных инвестиций и наказывать за их отсутствие. Сегодня на заседании президиума Совмин рассматривали итоги инвестиционной деятельности в Беларуси за первые полугодия. На проблемы в работе с инвесторами обратил внимание глава государства на совещание с правительством и нацбанком. Как было отмечено, перспективных проектов и идей в стране сейчас очень мало, хотя спрос на них высок. Целый ряд министерств и област полкомов не выполнили план по привлечению средств. Подробности у Евгения Горина. Пока прерывных проектов и идей в стране крайне мало, хотя спрос на них высок, констатировались сегодня в правительстве, рассматривая итоги инвестиционной деятельности за полгода. Основной приток в экономику средств из внешних источников обеспечивают частники. Чиновники же в этой сфере крайне неэффективны. Они сетуют или на нехватку бюджетных денег, или на дорогие кредиты. Между тем стоит задание проводить модернизацию, преимущественно на средства инвесторов. Без этого запланированные показатели пятилетки выполнить будет трудно. Если в этой ситуации модернизация сведется к тому, чтобы даже неэффективные и бесперспективные предприятия опять-таки вкладывать деньги, и неизвестно, что мы в результате получим, то это не модернизация, это расточительство. И такого быть не должно. Поэтому надо в первую очередь вкладывать средства в эффективное производство, которые будут эффективны и завтра, и через 10 лет. Неудовлетворительная работа с инвесторами – главная претензия к чиновникам на местах. Зарубежный капитал идет в Беларусь. Если за 2001-2005 годы в экономику было вложено 20 миллиардов долларов, то уже в следующей пятилетке в 3,5 раза больше. Но есть много примеров, когда на местах работы с иностранным капиталом делается для галочки. Более 4 миллионов евро – это сумма, которую уже вложил инвестор из Австрии в могилевское предприятие «Повтор переработки». Иностранные бизнесмены готовы были и дальше развивать дело. Сейчас есть технологии по созданию из полимерных отходов продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, PET-бутылок. Кстати, делают их из нефти, которую Беларусь закупает за рубежом. Но переговоры с чиновниками зашли в тупик. По словам бизнесменов, у них складывается впечатление, что чиновников не интересует развитие в переработке вторсырья. Часть его идет на экспорт. В итоге мощности предприятия недозагружены. То есть мы покупаем, опять же, то, что у нас лежит на полигонах, по сути мы покупаем в России, опять же, за российские рубли, то есть за валюту. Проект реализован. А как там дальше? Отчитались. А как там дальше все будет развиваться? Мною было написано более 300 писем по разным вопросам, с разными предложениями. И хочу сказать, что в разные органы. Даже мой энтузиазм, он иссяк, потому что, в принципе, никаких конкретных шагов. На все из них получаешь отписки. Нинэкономики сегодня предложила стимулировать чиновника рублем. Привлек 1 миллион долларов, возьми 1 тысячу долларов. 10 миллионов – 10 тысяч. Все зависит от суммы иностранных вложений. В размере 0,1% от суммы прямых иностранных инвестиций по факту их привлечения. Одновременно Министерство экономики выходит с предложением обязать госорганы и область полкомы, которыми не выполнен будет в текущем году прогнозный показатель прямых иностранных инвестиций на чистой основе, обеспечить невыполненный остаток в следующем году дополнительно к предусмотренному на 2013 год прогнозному показателю. Евгений Горин и Вячеслав Комиссаров, телекомпания СТВ. Высокое качество высшего образования и приемлемая цена вызвали настоящий бум иностранных студентов в Беларуси. Вместе с уже традиционными государствами Ближнего Востока, Индии, странами СНГ, своих молодых людей на обучение в Беларусь присылают и африканские государства. В частности, только в Гродненский медицинский университет. За последние два года поступило 140 граждан Нигерии. С иностранными студентами встретился Юрий Корнелович. Студентка из Нигерии Лаурета Али всегда мечтала стать хорошим врачом. Найти на родине вуз высоким стандартам девушке не удалось. От друга узнала о далекой Беларуси и о медицинском университете в Гродно. Изучив информацию в интернете и отзывы выпускников из разных стран, Лаурета собрала чемоданы. Мой знакомый очень хорошо отзывался о Гродненском университете. Он сказал, что здесь прекрасные отношения между преподавателями и студентами. Да и сам он теперь уважаемый врач у нас в Нигерии. Поэтому сомнений не было. Я решила учиться здесь. Если Лауретте только предстоит учиться в Гродненском медицинском университете, ее зачислили на первый курс, то ее коллега Зекирум Бенгау в высоком качестве белорусского образования смог убедиться лично. Опытные преподаватели, хорошая практика, но больше всего иностранцев впечатлили простые белорусы. Мне нравится Беларусь. Очень хорошая, мирная страна. Люди очень доброжелательные. Даже не зная английского, все стараются помочь, подсказать. Все хотят подружиться. Такое отношение стимулирует меня изучать ваш язык, вашу культуру. Гродненский медуниверситет среди иностранцев пользуется большой популярностью. Здесь обучаются студенты из 28 стран. Кроме традиционных Индии, Туркменистана и стран Ближнего Востока в последние годы интерес к вузу проявляют и африканские государства. Такой экспорт образовательных услуг взаимовыгоден. Выигрыши иностранные студенты, получающие качественное образование и университет. Большую роль в этом сыграла, конечно, наша возможность. Возможность довольно давняя. Обучать студенты не только на русском, но и на английском языке. Мы не из первых в Беларуси, наряду с Витинским университетом, можно сказать, первые вузы в Беларуси, перешли полностью на возможность обучения все 6 лет на английском языке. Но не только высоким качеством образования привлекает Гродненский вуз иностранцев. Студенты активно вовлечены и в культурную, и в общественную жизнь «Альма-Матер». Наши студенты, которые приехали из разных стран, они очень интересны и самобытны. И эту самобытность они привезли с собой. Они участвуют в фестивалях национальных культур. Они участвуют во всемирных фестивалях русского языка. Сегодня в Гродненском медицинском университете всего обучается свыше 400 иностранных студентов. А это дополнительная реклама знаменитому вузу. Юрий Корнелович, Николай Лапинцев, компания СТВ, Гродно. Белорусские ученые вывели трансгенную березу. Новое растение создали гумельские специалисты совместно с московскими коллегами. Пока модельный образец практического применения в хозяйстве не имеет, однако открывает большие возможности в будущем. Какие, знает Александр Добриян. В моей руке целая рощица трансгенных берез. Каждая деревца не толще спички. И каждое доказательство высокого уровня белорусской науки. Ведь свои трансгенные деревья сумели создать ученые не более десятка стран на планете. Работы по созданию трансгенной березы гумельские генетики начали еще 7 лет назад совместно с коллегами из Минска. Полученное тогда растение было способно очищать почву от радионуклидов. Нынешний этап исследований уже совместно с российскими коллегами – качественно новый виток в самой технологии. Для этого берется клетка агробактерий. Она вот так вот схематично выглядит. В нее встраивается наш фрагмент ДНК, который мы хотим использоваться. А далее этой бактерией происходит заражение растений. После того, как произошло заражение данной бактерией клетки, наш искусственный ген проникает в растительную клетку и встраивается в генетический материал растения. Таким образом добавляется какое-то одно новое свойство, которое раньше у растений просто не было. В перспективе отработанная в лаборатории технология позволит уже в промышленных масштабах выращивать деревья небывалых ранее качеств. Конечно, березовый сок не станет томатным или яблочным, но получить быстрорастущие плантации для топливных целей – задача вполне выполнимая. Создание более быстрорастущих древесных растений для создания каких-то специализированных плантаций. Второе направление – это создание трансгенных растений, устойчивых к каким-то видам техногенного загрязнения. Третье направление – это создание древесных растений, у которых легче было бы убирать лигнин из клеточных оболочек. То есть, означает удешевление создания целлюлозы, в том числе и бумаги. Кстати, ориентированность на практическое применение научных разработок – приоритет лаборатории. Сегодня ДНК-технология определения болезней растений положена в основу работы специализированного центра. Сложнейшие диагнозы здесь ставят за сутки, порой спасая целые плантации. А уникальная технология генетической инвентаризации лесов и вовсе стала предметом научного экспорта. Сегодня ее используют в России, Латвии и Литве. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель. Причиной утреннего затора в столичном метро стала неопытность молодого машиниста. Поезд, которому направлял, заглох и простоял около 10 минут. Об этом сообщили в ГУВД Мингоросполкома. Напомню, сегодня около 8 утра в Минске на станции метро «Октябрьская» на эскалаторе и перроне скопилось огромное количество людей. В какой-то момент даже остановили эскалатор из-за падения на поручни девушки. В результате инцидента никто не пострадал. Ситуация быстро нормализовалась. В течение 10 минут движение было полностью восстановлено. Сотрудники милиции вынуждены были перекрывать на вход «Октябрьскую» станцию метрополитена, а также станцию метрополитена «Вручи». На станции набралось очень большое количество пассажиров. И одна из пассажиров упала по неосторожности на эскалаторе, в связи с чем был вызван определенный затор. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Девушка не обращалась даже за медицинской помощью. Подозреваемый в убийстве молодого таксиста в Ветебске задержан. Об этом сообщили в следственном комитете. Им оказался 40-летний безработный житель Ветебска, ранее судимый за угон автомобиля. В свое время он работал в службе такси. Напомним, тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи, колотой, резанными ранами в машине нашел его коллега. 13 сентября, на следующий день после преступления. Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон. Преступник, скорее всего, действовал в корыстных целях. Случившееся вызвало большой общественный резонанс. Обвинение задержанному предъявят в ближайшие дни. При расследовании уголовного дела были обнаружены прямые доказательства виновности и причастности подозреваемого к совершению данного преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу решается вопрос о предъявлении ему обвинения по статье 139 части 2, это умышленное убийство, сопряженное с разбойным нападением. Продолжение следует... ...на организации с просьбой предоставить спецтехнику, строительные материалы и рабочих без заключения договоров и оплаты. Несмотря на неправомерный характер просьбы чиновника, директор предприятия ввел строительство этого дома в течение двух лет, в результате чего предприятию был нанесен ущерб в крупном размере. Бывшему чиновнику суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанное с организационно-распорядительными обязанностями. Аналогичный приговор был вынесен и директору строительной организации, но со срочкой приговора на 2 года, и в ближайшее время будет решен вопрос об отстранении его от занимаемой должности. Профессиональный праздник непрофессионального футбола стартовал сегодня в Гомеле. Республиканские соревнования на призы президентского спортивного клуба «Кужаный мяч» в этом году под свои знамены собрали 27 тысяч юных футболистов. Правда, отбор прошли немногие. В финал в старшей возрастной группе пробились 8 команд. Победитель определится в ближайшие три дня, именно столько продлится финальная часть турнира. Ребята занимаются у себя на любительском уровне, но несмотря на это попадают вот сюда на по-настоящему профессионально, как мы считаем, организованный финал соревнований. Это большая оценка работы с массовым спортом на местах и результаты регионов, результаты команд, которые они демонстрируют здесь на финале республиканских соревнований, конечно же, свидетельствуют о том, как эта массовая работа, работа по массовому футболу поставлена непосредственно на местах. Настроение боевое, заряженное на победу. Настроение хорошее. Приехали побеждать. Искусство, стирающее границы. В Минске состоялся творческий вечер народного поэта Казахстана Алжаса Сулейменова. Мероприятие приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Из уст белорусских артистов звучали стихи всемирно известного автора, а казахстанская сторона подготовила музыкальный подарок с национальным колоритом. Сегодня же Белорусский союз писателей наградил Алжаса Сулейменова памятной медалью. К слову, с визитом в Синёкой поэт впервые. Он уже успел познакомиться с Минском, посетил Брестскую крепость и Беловежскую пущу в планах посещения Хатыни и Несвежского замка. То, что я увидел, очень помогает мне привести Белоруссию как пример того образа страны, который отвечает содержанию. Чистая страна. Уверен, что отношения наших республик, наших народов, они прибавят нам энергии. И мы сохраним ту дружбу, которая давно была заложена в нас. А литература будет помогать. Что собой представляет белорусская космонавтика? Зачем стране собственный спутник? И что собой представляет клуб космических держав, членом которого недавно стала Беларусь? На эти и другие вопросы ответит моя коллега Ольга Макей. В новой программе на СТВ поговорим. Пока БКА и Конопус, создающие белорусско-российскую космическую группировку, работают в тестовом режиме. Испытания продлятся до ноября. За это время специалисты белорусского ЦУПа должны окончательно настроить аппаратуру. Впрочем, первые снимки с орбиты уже получены. И вот, что успела разглядеть белорусское космическое око. О качестве снимка можно судить по тем деталям, которые мы можем наблюдать. Вот можно сравнить различные самолеты. И, в принципе, специалисты могут определить тип. Программу «Поговорим» сегодня в 22.55. На этом у меня все. Сразу после нас проект «Столичные подробности». Информационный итог дня в 22.30 подведет Олег Степанек. Всего доброго. До встречи на канале СТВ.